В Петербурге Идея премии возникла в Санкт-Петербурге. Ее придумали для того, чтобы сделать оперное искусство популярным и открыть новые имена широкой публике. В этом году было номинировано 25 театров из разных городов России. В Петербурге Это прекрасный, но очень тяжелый труд. И у нас в России более 40 театров в регионах. И, к сожалению, никто не знает, кто там работает. А порой там работают выдающиеся певцы. В этом году шесть конкурсных номинаций. Состав, роль второго плана, мастер сцены, примадонна и дебют. Также существуют вне конкурсной номинации театр, события, душа оперы, концертмейстер и легенда. Особенно важна эта премия, которая была учреждена год назад для начинающих молодых певцов. Потому что эта премия, она дает момент, когда у молодого человека начинают расти крылья. Он понимает, что он стоит чего-то. Когда певец получает нашу премию, то театр начинает по-другому на него смотреть тоже. В какой номинации вы участвуете? Я в номинации «Лучшая роль второго плана». Что для вас значит участие в конкурсе? Любой конкурс, любое какое-то продвижение, это, конечно же, для солиста, это придает какой-то тонус и уверенность в себе. Конечно же, это уже победа, что мы номинировались. В этом году участвует Большой и Мариинский театр. Что будет, если они проиграют? Ничего не будет. У нас честная конкуренция. Если выиграют, выиграют, проиграют, проиграют. Галоконцерт собрал звезд мировой оперной сцены. В том числе в Санкт-Петербург приехал известный аргентинский тенор Хосе Кура. Как сделать оперный жанр популярным среди молодежи? Это очень просто. Не нужно делать оперу популярной. Нужно сделать так, чтобы люди поняли, что опера – это не так легко. И для того, чтобы понимать ее, придется потрудиться. Это не поп-музыка. Если вы готовы учиться, вы сможете получать огромное удовольствие не только от оперы, но и от всей классической музыки. Мам, моя, Мария! Известные арии, великолепные голоса – все это настоящий праздник оперы. На вручении премии «Онегин» побывали Маша Андронова и Лиза Алексеева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова